Всем привет! На связи Культурный Центр Киевский. Меня зовут Андрей Олейников, я руководитель студии танца. Сегодня я вам буду рассказывать и показывать стиль Go-Go. Это сочетание многих стилей. Когда была придумана хаос-музыка, начали придумывать, как под нее танцевать. На самом деле намешали очень много стилей, и в результате туда вошло и хип-хоп, и латино, и какие-то элементы брейка. В общем, я вам буду показывать свой вид, свой стиль, как я это вижу. Первое движение, которое я хотел бы вам показать, оно называется притопчики. Они такие притопчики, но на самом деле можно их так называть, как угодно можно называть. Но первое, что мы с этого начнем, у нас правая нога, как обычно, да, с правой ноги мы начинаем. Мы ставим на носок правую ногу и начинаем двигать ее вниз, то есть вытягивать ее, нажимая пяткой вниз. Вот так, как будто мы нажимаем что-то, нажимаем на землю, либо на педальку. Ну, как у вас получается, как вот так. Вот вы нажимаете одну ногу, вот вы ее нажимаете. То есть в этом положении она нажата, и вы вытягиваете ногу, включаются мышцы, здесь вы их выключаете. Это правая нога, да, то же самое левой ногой. То есть всегда, когда вы танцуете, у вас появляется движение какой-то ноги, да, и оно либо напряженно, либо расслаблено. Иначе бы танец не приносил такого столько радости и любви и веселья. Вот я начинаю двигаться как бы на двух ногах. Смотрите, здесь можно включить таз, можно просто без таза. Ну, я все-таки предпочитаю давать два стиля. Один мужской, другой женский. И, соответственно, это все соединять. Потому что для музыки и для танца не важно, какого вы пола совершенно. Если вы прекрасно двигаетесь в любом направлении, либо мужской, либо женской, вам всегда скажут, о, респект, круто, здорово двигаешься. Итак, мы начинаем. Вот это первое движение. Мы начинаем как бы втаптывать каждую ногу и подниматься вверх. То есть я немножко толкаюсь вверх для того, чтобы вытолкнуть себя и приземлиться. Вот так. Вверх-вниз. Это просто, да. Я включаю больше. Сейчас на колени обращаю внимание. Это вот здесь. То есть вы как бы поднимаясь вверх, вы выходите на пик и опускаетесь вниз на пятку. Это первое движение, да. То есть мы над землей. Теперь я немножко ниже спускаюсь и делаю только коленочками. Это тоже имеет место быть. На самом деле, когда вы почувствуете движение по-разному, вам захочется попробовать его по-разному. Там в разных плоскостях, в разных высотах. И вот третий вариант. Тогда, когда я начинаю двигаться, не поднимаясь над землей, а только выпрямляя колени и вытягивая ногу. Вот, видите, да. Тогда уже начинает работать бедро. Тогда вы уже вытягиваете и чувствуете линию правую и левую сторону. Ну вот, и здесь мы как бы попробуем сделать так. Называется прокачать каждую сторону. Как? Прокачать, повторяя каждую сторону. Смотрите, вот это первое движение, которое мы прокачиваем. То есть левую ногу сейчас прокачиваем, колено вперед. Теперь я меняю положение ноги и прокачиваю другую ногу. За счет этого чувствуется ритм. Чувствуете, да, ритм идет чуть быстрее. Вот, и мы подстраиваемся. Вот, мы подстроились. Вот сейчас. Главное соответствовать ритму, потому что хаоси это немножко быстрее, чем кипходы. И вот мы начинаем. Давайте поменяем это еще. То есть, видите, да? Два раза я перехожу на другую сторону. Два раза на другую сторону. Пока руки не действуют, только-только ноги, бедра, колени. И я немножечко сейчас буду прибавлять, чуть-чуть. Видите, да? То есть появляется еще один кач. Видите, да? Сначала это простое без тела. Ровное положение, да? Вот только ноги вниз, колени, бедра. А теперь я добавляю немножечко к корпусу. Где корпус начинается? Соответственно, когда вы начинаете добавлять к корпусу, вы начинаете работать от груди. Грудь начинает немножечко толкать как бы ритм, да? Так как ритм жесткая структура, мы с него начинаем стартовать наша база. И главное, чтобы мы с ритмом синхронизировались. То есть синхронизирование – это наша как бы такая важная черта, что мы чувствуем музыку, музыка чувствует нас, мы сливаемся с музыкой, границы не возникают. Окей, ну что? Ну, а, покажу вот эту вот сторону. Вот она немножечко. Видите, я начинаю вытягивать, натягивать лопатки и раскрывать грудной отдел. Вот так. Оп, как бы толкаю музыку чуть-чуть своим ритмом. И вот она звучит. И я немножко под нее пытаюсь. Это на вторую четверть, да, я даю. А вот на каждую. Да, вот это. То есть это можно показать так, можно ножки расставить. То есть самое главное, чтобы вы вот здесь вот чувствовали свободное движение. Окей, почувствую. Переходим. Здесь. И опять же. Вот это у нас нога-бедро. И добавляю, добавляю грудь, плечи. Чуть-чуть раскачался, да. То есть когда вы выходите на донспол, когда вам чувствуете музыку, заходит вот прям вообще. Ваша главная задача раскачать тело, чтобы оно было подвижным, чтобы вы могли нюансы чувствовать музыку. Окей. Вот оно, это движение. Мы можем его делать вниз. Можем поднимать и делать руками вверх. Ну, это все знают. Это такое, знаете, излюбленное движение совершенно. Вот. Ну и мы идем дальше. Мы делаем связку из этих движений. Они достаточно простые. И как бы они очень легко, можно где угодно их показывать. Левая рука на правую ногу. Опять же, чувство координации. Когда вы скоординируете, когда вы координируете правую и левую сторону, соответственно, какая-то должна быть правая, какая-то левая. Тем самым мы соединяем два полушария, да. И у нас два полушария начинают работать в унисо. Потому что мы соединяемся с музыкой, с пространством, мы соединяемся с своим телом. Понимаете, сколько много задач. Просто в том, что вы просто двигаетесь под музыку. И вот, начинаю. Рука, видите, она может на себя показывать. Может здесь. Как угодно. Вы можете здесь ее продублировать, здесь. Но это мы начинаем в музыку, да. И вот мы пошли вниз. Чуть-чуть спинка прямая, подбородок вперед. Тогда у вас красивая форма, если это сбоку смотрится. Смотрите. Вы, наверное, уже чувствуете, что девушки на тумбах в больших шпильках. Вот они это делали постоянно тогда. Когда еще этот был танец, когда он был живой. Следующий момент, когда мы отставляем ногу в движении. Смотрите. Здесь очень важно соединить одну сторону с другой. Как мы это делаем? Правую ногу я отставляю в сторону и подвожу ее к колену. Смотрите. Оп. Вот это движение. Рука левая входит на правую ногу. Вот так. Вот так. Вот так. Теперь, смотрите, я торможу локоть. И как бы локоть показывать на колено. Видите, да? Теперь мне нужно поменять сторону, поменять себя. То есть в ту сторону развернуться. Вот так. Я поменял. Видите, да? Вот этот переход. То, что мы используем. И вот мы даем ту сторону, как бы ногу отставляем и рукой показываем. Вот она. Здесь первая, вторая, третья. Первая, вторая, третья. Первая, вторая, третья. Но сейчас мы еще добавим четвертую долю. Видите, да? Немножечко проскакиваем. И добавляем скорость. Сейчас мы будем прокачивать каждую сторону очень легко. Как бы вы почувствуете, где есть свобода. Вот она. Здесь можно руку растянуть, да? Как угодно. Можно показать, что вам хорошо. Можно прям вот так. Вот здесь можно снизу. Видите, да? Можно сверху. То есть движение настолько прикольное, что его можно в любом месте просто отыграть очень хорошо. Вот. Вязка началась. И я хотел бы вам показать еще, что может быть. Движение просто очень многофункциональное. Очень много задействует и пространство, и скорости, и вариативности. Видите, ну, начнем с того, что это вы поняли. Первое, второе. То есть я здесь не буду делать конкретных каких-то, знаете, квадратов, чего-то. Вы можете развивать это движение, как хотите. Можете где угодно останавливаться. Ну, я там со своей позиции начинаю как бы его делать. Я, допустим, опускаюсь вниз. Поднимаю. Видите, да? Обязательно. Я могу вот так опускаться. То есть самое главное – прямая спина, прямой позвоночник. Тогда будет красивая форма. Не важно, мужская или женская, не важно. Вот вы поднимаетесь, да? Вот вы поднялись. Вот вы в этом движении. Теперь мы отставляем ногу в сторону. В сторону. Вот сюда. И мы начинаем соединять правое с левым. Видите, да? Можно делать точку. И можно ее прокачивать. Можно ее прокачать сверху. Вот. И ее можно прокачать внизу. Как это прокачать? То есть, видите, да? Я оставляю ногу и делаю приседы небольшие. То есть, все движение, все, что вы делаете, да, это касается пола. Вы в этот момент синхронизируетесь с землей, синхронизируетесь с своим телом и синхронизируетесь с жесткостью пола. То есть, пол дает вам опору. Ритм, который идет через пол, то, что вы чувствуете, это идет через ноги. Поэтому ноги, если вы чувствуете хорошо, тогда вы заземляете свое тело и заземляетесь сами. Вот. Что такое прокачать? Я покажу вам. То есть, вы немножечко начинаете, как бы, как пружинка отталкиваться от пола. Во. Это уже не важно, в каком стиле. Самое главное, что вы чувствуете ритм и отталкиваетесь от ритма, как от пола. То есть, смотрите, жесткое положение ног. Я слышу ритм. Он для меня, как пол. Здесь я могу где-то добавлять его. Но мне все равно важна опора, которую я толкаю ногой. И вот я начинаю двигаться. Раз, два, три, четыре. Вот, 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 вот. А теперь я меняю. Сбоку. И вот, вот, вот пошел. Оп. И вот, прокачиваем. Вверх прокачиваем. И низ прокачиваем. Ну, и завершение этой связки я бы хотел сделать такую штуку. Смотрите. Когда вы начинаете, как бы, ну, когда вы проделали это, протанцевали, обязательно связка заканчивается каким-то выходом в статическое положение. То есть, любой, любой, любой финал заканчивается каким-то четким, четкой остановкой. Как ее можно здесь делать? Просто мы сделаем разворот и остановимся, окей? То есть, поехали. Еще разок. Мы начинаем. Прям покажу все полностью. И вот, отставляю ногу, показываю. Вот он, я готов. Ага. Сначала так. Потом я ее, допустим, прокачаю вот так. Еще, еще. Вот, теперь прокачиваю внизу. Вот, прокачал внизу. Спереди. А теперь я просто завел ногу. Смотрите. То есть, здесь очень важно, когда вы ставите ногу назад, есть колено, а есть подколенное. И вот вы, когда начинаете разворачиваться, чтобы поймать ось, нужно колено под колено вот поставить. Тогда вы в ровном положении. Тело вам подсказывает. Ну, тогда разворачивайтесь. Вы открыли левую сторону. И вот у вас рука скользит. Вот сюда. И вы начинаете разворот. Опять же, носок поднимаете, на пятке остаетесь. Там уже носок заряжен. Разворот. Фух. Вот так где-то. Окей. Давайте еще всю связку покажу вам. Окей. Начинаем, да. Вот. Нагибаемся. Да, показываем. Все в порядке. И вот ножку отставляю. Окей. Здесь вы делаете вариативность какую-то. Окей. Здесь. Есть. И вот самое главное. Поп. У. И заканчиваете. Ой, я благодарю вас, что вы на связи. Вы всегда видите, чувствуете и знаете, что мы вместе, мы рядом. Мы всегда поддерживаем вас и сделаем вас еще круче. Благодарю вас. С вами был Андрей Олеников. До свидания. До свидания.